На дороге, кстати, водители пока не жалуются. Вероятно, сработали реагенты. К одному из них на днях у перевозчиков возникли вопросы. Они из-за противогололедного ли реагента с названием «Галит-А» вспыхнул пожар в автобусе Новоровского. Напомню, маршрутка номер 84 вчера утром вспыхнула во время движения и выгорела дотла. ЧП произошло на остановке рядом с городской администрацией. Так вот, есть мнение, что реагент мог разъесть какие-то детали машины. Отсюда короткое замыкание и так далее. Возможно ли такое, расскажет Зоя Попцова. Кадры горящего автобуса облетели, пожалуй, все паблики сети. Пазик 84-го маршрута горел и дымился так, что пожар было видно за сотни метров. Представитель перевозчика, видимо, поспешил с выводами и обвинил в ЧП реагенты. Ведь в сентябре этого года пазик прошел техосмотр, а две недели назад состоялся еще один, рассказали в компании перевозчикам. Это предположение высказано, что бывают у нас проблемы по электрике. Провода гниют, быстро коррозия происходит. Сам материал, который защищает эти провода, крошится. Самое главное, никто не пострадал. По сути, Галит-А – это техническая соль, но она крайне агрессивна к автомобилям. Приводит к коррозии металла кузова, повышает износ шин, а также вызывает ржавчину на металлических конструкциях вдоль дорог, говорят эксперты. Так это материалом сертифицированно. На сегодняшний день я не думаю, что администрация закупила не сертифицированный продукт, который используется на дорогах. Да, есть неофициальное, можно сказать, озвученное заявление о том, что данный материал влияет на троллейбусные сети. Но насколько это повлияло на транспорт, именно на автобус, честно, я в это мало верю. 21 марта этого года на улице Ленина также прямо на ходу загорелся троллейбус 14 маршрута. Директор АТП Денис Перлок предположил, что виноват Галит. Эксперты даже провели эксперимент, где проверили воздействие реагента на изоляцию троллейбусной контактной сети. У нас двигатель тяговый, он был не поврежден, соответственно, мы смогли его разобрать и идентифицировать, что в нем произошло замыкание. Как раз мы считаем, из-за того, что попали реагенты. Оценила причастность Галита к вчерашнему пожару федеральный эксперт в сфере содержания дорог. Говорить о том, что это произошло из-за реагентов, ну, я думаю, что это из роли фантастики. Любой, в принципе, реагент на основе солей не воспламеняется, не является пожаровзрывоопасным. Поэтому говорить о том, что, допустим, какая-то брызга попала в двигатель и он воспламенился, ну, это скорее фантастика. Сейчас прокуратура проводит проверку. Ведомство выяснит, как соблюдалось законодательство при организации пассажирских перевозок предприятием, которое обслуживало маршрут. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича.